Всем здорова, друзья! С вами Рамза Плей и сейчас я вам покажу две очень интересные сборки за 500 тысяч монет, которые вы сможете взять себе на вооружение. За последнее время рынок достаточно сильно просел, поэтому даже за 500к сейчас можно собрать довольно-таки играбельный состав, которым вы сможете добиваться хороших результатов. Но перед просмотром данного ролика обязательно ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Всем приятного просмотра, погнали! Ну и вот вы видите первый вариант, на ворота сюда я поставил Наваса 88, топ вариант за свои монеты, ну и дает он зеленые линки Маркиниусу и Кимпэмбэ, которых я поставил на ЦЗшников. Кимпэмбэ я использую в своем составе, он у меня играет в паре с Вараном и честно скажу, что не чувствую я какой-то особой разницы между ним и Вараном, хотя по цене разница более 120 тысяч монет. Так что Кимпэмбэ остается топовым защитником на сегодняшний день в этой игре. По стилю сыгранности накидываете ему тень и получаете очень хорошие статы, 91 на пейсе и 92 на дефе, никаких проблем здесь не будет. Ну и по Маркиниусу пару слов, 97 тысяч монет его цена и даже в условиях того, что рынок проваливался очень сильно, Маркиниус в целом оставался более-менее на одной точке, потому что защитник реально годный. Очень хорошо играет в защите, читает игру, при этом топовые прыжки и игра головой, ну и пейс 81, что вполне приемлемо. По стилю сыгранности я бы советовал сюда два варианта, тут уже как кому удобно. Можно накинуть ему тень, максимально пробустить пейс до 91, деф до 97, но также можно поставить якорь, пейс у вас уже будет чуть пониже, 86, но при этом вы пробустите ему физуху и сила плюс 10 у него получается, 88 общий параметр. И прыжки до 99 увеличиваются, ну и напор, также агрессия, у него до 86 прокачаются. Итак, мы обсудили трех игроков из французской лиги, которые имеются у нас в этом составе. Дальше же у нас будут исключительно игроки из серии А и давайте начинать с правого фланга, здесь у нас квадрады на правом защитнике. Карточка стоит всего 4500 монет, при этом она максимально играбельная, плюс раздает зеленые линки в этом составе. По стилю сыгранности сюда я бы советовал однозначно ставить якорь, пейс у него и так высокий, с якорем будет 95, что я считаю достаточно. Ну и плюсом у нас бустится довольно-таки неплохо здесь защита и физика, что позволит себя довольно-таки уверенно чувствовать в обороне. Также стоит отметить 5 звезд на финтах. Налево в защиту я закинул Тео Эрнандеса, на мой взгляд один из лучших ЛДшников в игре, ну и самый топовый соответственно в серии А. 30000 на маркете, топовый пейс, защита и физика тоже на хорошем уровне. Сюда также ставим якорь и получается максимально сбалансированная карта с отличными статами. Давайте переходить к опорной зоне, здесь у нас карточка из последнего ивента, нарушители 87 франк Кисье. 126000 монет данная карточка стоит и очень крутые статы для опорника. Моделька у него очень-таки габаритная и при этом он получает 83 на дриблинге, хорошие ловкости и баланс по 82 идут. В остальном все также довольно-таки сбалансировано, 81 пейс у него идет, неплохие удары для опорника, 78 общий показатель. Передача у него 86, ну и по защите и физике здесь только прыжки и игра головой проседают, но в плане оборонительных навыков здесь все довольно-таки круто. Накидываем сюда тени, карточка уже начинает выглядеть максимально симпатично, 91 пейс и 94 на защите, все практически на максималках. Ну и вторым опорником у нас сюда залетает 85 Артуру Видаль. 60 тысяч монет стоит на рынке и нужно сказать, что очень неприятно против него играть. Очень здорово он цепляется в отборах, очень цепкий. Напор здесь видим у него 96, просто нереальный какой-то показатель. Да, скорость 75 не самая высокая, но в целом для опорника это неплохо. Ну а остальные параметры все идут за 80, максимально сбалансировано здесь все у него идет и в пас может сыграть и ударить по воротам. Дриблинг тоже на уровне, ну и по защите здесь говорить особо ничего не нужно, это Артуру Видаль. Стиль сыгранности также бы советовал сюда ставить тень, максимально прокачать его пейс и защиту. И теперь давайте по флангам пробежимся. Налево сюда я закинул 84 Эль Шарави, направо поставил 86 Клушевски. Давайте с Эль Шарави начнем, очень неплохой бегунок за свою цену. По звездам здесь у него идет 4-3, 4 на финтах и 3 на слабой ноге. Для флангового игрока я думаю это не критично. Пейс здесь идет у него 91, очень хороший. По дриблингу 84, при этом стоит отметить ловкость 99. Также есть какой-никакой удар, здесь у него 81, передачи тоже неплохие. По стилю сыгранности советовал бы сюда ставить ему стрелка, максимально пробустить удары до 89. Также прокачиваем здесь дриблинг, что очень важно для флангового игрока. Ну и физуху немножко подтянуть тоже лишним не будет. Ну и на правом фланге еще одна карточка из нарушителей, это 86 Клушевский. Тоже не особо дорогая, но крайне эффективная карточка, 37 тысяч монет на рынке. Очень сбалансированная по статам карточка и здесь по атакующим параметрам все за 80 у него. При этом физуха очень хорошая 81, что позволяет ему в определенные моменты где-то корпусом сыграть, продавить защитника. По стилю сыгранности сюда бы я посоветовал финишера поставить, максимально пробустить удары и дриблинг. Ну и давайте переходить к атакующим игрокам. Здесь у нас первый выбор это 87 Пауло Дибала. По-прежнему очень играбельная карточка и всего 21,5 тысячи монет она стоит на трансферном рынке. Его можно использовать как на ЦАПе в схеме 4-2-3-1, так и на Форварде в схеме 4-4-2. Очень универсальная карточка на самом деле, также моделька у него довольно-таки приятная. 4-3 по звездам здесь у него идет. Накидываем сюда Хантера и получается прям конфетка по статам. Ну и последним выбором в данном составе становится здесь у нас СБЧ сборка на Джованни Симеоны. 36 тысяч всего стоит данная сборка. При этом посмотрите какое у него крутое здесь соотношение лайков и дизлайков. Единственный минус данной карты это тройки на финтах и слабой ноге. Ну а тех кто им играет, я слышал довольно-таки восторженные отзывы. Накидываем сюда Хантера и получаем практически максимальный пейс. Ну и посмотрите какие статы у него идут на ударах. Практически максимальный выбор позиций, максимальный финишинг. Также очень приятный момент здесь, что игра головой 99, как и прыжки. То есть на втором этаже Симеоны может быть очень даже опасным. Ну и по дриблингу здесь все за 80. Итак, переходим ко второму составу. Здесь у нас, как вы видите, больший уклон уже идет в сторону Испанской лиги. На вороты сюда я поставил Уголио Риса, чисто для линков. Потому что ЦЗшники у нас идут французские. И нужен был хороший французский вратарь. Первым ЦЗшником у нас здесь будет Кимпэмбэ. Мы его уже разобрали. На позицию второго ЦЗшника сюда я поставил 83-го Кунде. Очень качественная карточка, на мой взгляд. И стоит всего 2700 на трансферном рынке. Немалое количество матчей я за него отыграл. И скажу, что по сей день эта карточка довольно-таки неплохо себя чувствует в центре защиты. По статам накидываем сюда Якоря. И получаем уже практически топового Защитника. 86 Пейс, 91 Защита и 84 Физика. Налево в Защиту я закинул одного из лучших игроков на своей позиции. Это 83 Ферлан Минди. Здесь глаза бросаются прежде всего 4 на Финтах и 5 на Слабе Нагеш. Что, наверное, не характерно для игрока его позиции. Ну а по статам с Якорем на стиле сыгранности здесь мы получаем и скорость практически максимальную, и защиту 85, что достаточно для ЛЗшника. Ну и Физуха также на уровне. Направо в Защиту у нас залетает 85-й Хакимий. 77 тысяч на трансферном рынке. По статам с Якорем мы здесь имеем максимальный Пейс 99. Хороший дриблинг у него здесь идет, что позволяет себя довольно-таки приятно чувствовать в атаке. Ну и защитные параметры также здесь на уровне. Переходим в опорную зону. Здесь у нас два бокс-то бокса. Это Фрэнки Де Йонг 87 и 86 Леоренте. На трансферном рынке Леоренте сейчас идет в районе 50 тысяч монет. Если смотреть по статам, то на стиль сыгранности я бы советовал сюда ставить Тень. Здесь мы получаем максимальный Пейс. И все остальные параметры у нас идут за 80, что позволяет Леоренте как и в обороне отрабатывать, так и подключаться в атаку. Старым бокс-то боксом у нас здесь выступает Фрэнки Де Йонг, который сейчас стоит около 30 тысяч монет. Очень крутой ЦПшник, как по мне, по стилю сыгранности я бы советовал сюда ставить Якорь. И здесь получаем все за 80, кроме ударов, которые здесь, надо сказать, проседают. Давайте переходить к фланговым атакующим игрокам. Здесь у нас справа идет 83 Дембеле. Тоже довольно-таки заезженная карточка, но за свою цену, на мой взгляд, она лучшая сейчас на рынке в данный момент. Главное ее преимущество, конечно, это 5 плюс 5 по звездам, хороший Пейс и Дриблинг. Ну а про игрока, который расположился слева, стоит поподробнее рассказать. Это 86-й Информ Яника Караско. 25 тысяч на трансферном рынке, довольно-таки дешевая карточка, при этом по статам здесь все очень сбалансировано. Пейс здесь 90 идет, удары 83, что довольно-таки неплохо для флангового игрока. Также он может передачу отдать, как сложную, так и простую. Ну и Дриблингом, соответственно, он не обделен. По стилю сыгранности я бы советовал сюда поставить мотор, и сейчас карточка уже выглядит максимально привлекательно. Ну и переходим к атакующей линии. Здесь среди игроков из Испанской лиги не так, на самом деле, много вариантов. Первым моим выбором становится 86-й Информ Депая. 50 тысяч монет на трансферном рынке, 5 на финтах, 3 на слабой ноге здесь у него идет. Конечно, здесь нужно максимально пропустить ему скорость, поэтому ставим сюда Хантера, и получаем уже довольно-таки играбельную карточку впереди. Депая также можно использовать как на форварде, так и на Цапе. Ну и на чистого форварда я сюда закинул 89-го Мариэнтоса, карточка Героя. 4 плюс 4 у него здесь идет по звездам. Не самый лучший пейс, 84 идет, но очень хорошие удары, хороший выбор позиций, завершение. Дальние удары также на уровне. По стилю сыгранности я бы советовал сюда поставить мотор. Конечно, можно еще закинуть Хантера, но все-таки ловкость и баланс, я думаю, тоже нуждаются в прокачке. Поэтому мой окончательный выбор остается на моторе. Ну что ж, друзья, вот такие две сборки у нас получились. Обязательно пишите в комментариях, какая сборка понравилась вам больше. Ну и ставьте лайк, если данное видео оказалось для вас полезным. Ну и на этом у меня на сегодня все. Обязательно подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч.